Моя кошка каждый раз, когда я включаю пылесос. Помогите, на меня нападает огромная змея. Ричард львиное сердце пишет. Вообще-то это не смешно, а реально страшно. Ричард, ты же львиное сердце, ты не должен бояться какого-то там пылесоса. Никто. Мама когда нашла в холодильнике просроченное молоко или кефир. С днём блинов. Чё б такого придумать, чтобы никуда не идти. Мама. Сынок, не переживай, если ты расскажешь правду, то я не буду ругаться. Что будет, если рассказать правду маме? Какой ужас, месяц без компуктера. Кто-то пишет, я давно усвоил это правило. Мой котик, которого я не видел целый день. Уставший и грустный за весь день я. Одно из приятных чувств. Типичное утро моих соседей, особенно выходные. Ну вот нижний слева сосед это я. Я захожу в магазин, чтобы купить только самое необходимое. Пять косарей на моей карте. Минус нафиг. Мой друг зевает. Весь класс сразу же. Заразительная волна. Так, я вроде не зевнул. Держусь, держусь. Блин. Она решила, что нам нужна дизайнерская перестановка. Это не дизайнерская перестановка, это дизайнерская утилизация. Как взрослый я, решаю свои взрослые проблемы. Хватит так делать, иначе я сейчас пойду плакать. Мейн-кун в сравнении с обычным котиком. Мамонт в миниатюре. Ну, мейн-куны, да, они такие крупненькие ребята. Безопасность, прежде всего. Почему это так мило? Да потому что. Меня зовут Алексей Сова, всем привет. И это подборочка крутейших приколов с котиками. И они, как правило, не только веселые, но еще и миленькие. Так что, поехали. Четыре настроения у девушек. Кто пишет, и меняется в течение часа. Минуты. Это манул, точнее его половина. Передняя его или задняя, точно сказать не могу. Кто пишет, как мы видим в разрезе, манул целиком состоит из шерсти. Прикольно, он там жомкой прижался. Обожаю, когда еще не успевших проснуться котиков берут на ручки. В этот момент они настолько сбиты с толку, не понимают, как это могло произойти. И что вообще делать в таких ситуациях? Я начинаю громко блевать, чтобы все услышали. Ты бегаешь из комнаты в комнату, как ненормальный. А ты хватаешь со стола пачку сосисок. Всем все понятно? Ага. Да, капитан. Вы кто еще такие? Мы, братство котлеты, преодолели большой путь из спальни кухни, чтобы помочь тебе избавиться от колечка. Колечко Краковской. Мальчик, тебе следует чуть-чуть похудеть. Займись спортом, я не знаю, или сядь на диету. Мужчина. Милая, я купил твои любимые роллы. Ешь на здоровье. Моя девушка после того, как увидела, что я что-то ем. А ну дай попробовать. Куч. Объясните, что вы сейчас со мной делаете? Ты не против, что я кусаю? Мне очень надо. Вы самый странный ухажер из всех, что я видела. Ты не дашь меня в обиду? Не дам. И будешь всю жизнь рядом со мной? Буду. Ты мой самый хороший и любимый собак. Я твой собак. Мы. Блин, куда у нас вечно так быстро деваются деньги? Мы же вроде ничего такого не покупаем уже. Не знаю, мне тоже очень интересно. Так же мы каждый вечер. О, пицца, пицценька. Как тебе сегодняшняя ночь? Осталась довольна? Ага, у меня сто лет такого не было. Вечером еще разок ляжем спать пораньше. Вдруг опять выспимся. Твои щечки просто потрясающие. Такие милые и большие. У тебя там всякие вкусняшки, как у хомяка? Нет, просто там остались остатки тех, кто считал уместным шутить про мои щечки. Человек, ты не против, если я к тебе прилягу? Вообще-то у тебя есть своя кроватка. Кроватка есть, но в ней нет тебя. Как ты не понимаешь? Ну что ты смотришь на меня такими глазами? Уже поздно, есть мучное на ночь, хвыри одна. Попробуем заказать твою пиццу завтра. Хочет сегодня. Ты со мной играл всего полтора часа. На компьютере играешь уже целых пять минут. Скажи уже наконец правду, человек. Я для тебя какая-то шутка, да? Я хочу сделать ей предложение. Делай, как считаешь нужным. Но знай, после свадьбы все ее... Ой, ты такой весельчак. Превратятся в ты клоун? Не позорь меня на людях. Любит скорость с детства настоящий гепард. Это точно. А вот шлейку надевать не дается. Настоящий гепард. Скажите, пожалуйста, а татуировку делать больно? Сложно сказать, смотря в какой области. Я из Шаратова. Ты дурак, что ли? Собирайся на работу, мой дорогой человек. Кто-то же должен зарабатывать деньги нам на еду. И еще не забудь новый корм купить. А я пока за тебя посплю. Состояние по жизни? Состояние не стояние. Тебе интересно мое мнение? Нет. Очень хорошо. Тогда я максимально подробно... Но я сказал нет. Кем работаешь? Крупье. В казино? Кречку фасую. Мурочка, а ты чего мне пустые смс шлешь? Потому что я с тобой не разговариваю. Друг мой, я хочу сообщить тебе ужасную новость. Ты стал очень сильно тормозить. Какую? Подкотейник. Две штуки. Нет, это один подкотейник. Он просто состоит из двух частей. Я увлекся йогой. Каждый вечер ложусь на бок и медитирую так часа два-три, глядя в одну точку. Куда именно? В экран телевизора. Вот бы сейчас в путешествии с котиком. А не вот эти все учебы с работами. Взгляд, который может завоевать любую вкусняшку. Как называется болезнь, когда везде видишь котиков? Шизокотия, наверное. Что было раньше, яйцо или курица? Раньше было лучше. Но это бесспорно. А все-таки яйцо или курица? Пути котовьи неисповедимы. Барсик, ты шо делаешь? Нет времени объяснять. Ить, мне это нужно. Плоскопопия. Не перестану угорать над этим манулом. Какой же он пухляш. Что ж, начинаем работу, пока есть настроение. Надо уложиться в 10 минут. Но я ведь хотел коробку. Ведро тоже пойдет, кот. Ты как жидкость в него можешь налиться. Когда пытаешься заговорить с человеком, который тебе нравится? А какой хлеб ты любишь? Если у вас два кота, то вашей любимой фразой будет «Да успокойтесь вы уже!» Это точно. Так и есть. Три кота поколения на одном фото. Бабушка, дочка и внучка. Непонятно только кто где. Все выглядят примерно на один возраст. Когда споришь с подругой ростом 160 сантиметров. Возмущается на маленьком. Режим больших глазок активирован. Ну чего же ты смотришь и на ручки не берешь? История любви, которая растрогает любого. Прыгай в автобус. Билет один лайк. Поругались и разлеглись по разным углам. Не, это пельмешки на дне кастрюли. Когда ты их забыл помешать? Сдал отпечаток лапок для документов. А где усы? А где хвост? Там же еще не только лапы нужны. Усы, лапы и хвост. Когда кто-то зовет тебя полным именем, и ты понимаешь, что накосячил. Пилот к полету готов. К полету кукухи? Я представляю себя спящей красавицей, когда сплю. Как я на самом деле выгляжу, когда сплю. Ничто так не бодрит, как свежесваренный катофе. Не надо варить котов. Блин, какой он миленький, а? Заберите кто-нибудь его на аватарку. Представляешь, кто-то подрал все обои и диван. Да ты шо? Я хотел рыбов, а не куров, Наташа. Иди ко мне, пельмешка. Многим знакомо. Один двухчасовой фильм, четыре тридцатиминутных видео на ютубе. Кто пишет, значит не я один такой. Конечно, не ты один. Утро начиналось подозрительно хорошо, поэтому я решила сильно не лыбиться. Мало ли что. Не злите меня, укусю. Фисташковое мороженое, пожалуйста. Просто в рожок. В рожок я принесла с собой. Простите, но это дорожный конус. Вы, должно быть, тут новенький. Иди обожрись пельменями, как свиня. Ладно. И да, друзья, пока я пойду обжираться пельменями, придумайте прикольную подпись к этой картинке, напишите свой вариант в комментарии под этим видео. И лучшие из них попадут в следующий выпуск. Поддерживайте этот ролик лайком, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. И не забывайте нажимать в колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. А также читайте нашу соленую книгу, которая называется «Привет, мир». Книга в жанре фантастика, про искусственный интеллект и доступна во всех книжных магазинах. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал и на паблик «Мемозг» вконтакте. А впереди вас ждут ваши лучшие комментарии к предыдущему выпуску. С вами, как всегда, был Алексей Сова. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...